Дорогое братство, дорогие делегаты, церквей, наше объединение, вот, я еще хочу обратить ваше внимание на девиз нашего съезда, он перед вами – «Уповай на Бога». Ну, кто вчера был на торжественном открытии, уже звучали темы, что значит уповать на Бога. Знаете, уповающий на Бога безопасен, и сегодня мы уже утром прослушали эту тему «Уповай на Бога», то есть, ну, как бы такая она исчерпывающая, да, и мы слышали, слава Богу, вот Бог благословил брата, и мы, я думаю, обогатились знанием вот именно того, что значит уповай на Бога. Ну, по поручению братства, я, мне была поручена тема такая, которая звучит так, конечно, связана с девизом нашего съезда – «Уповающий на Бога побеждает». Знаете, я посмотрел в светском словаре, это непростое слово, вот как объяснить. Конечно, в общем, мы понимаем, вот что оно вообще означает. И знаете, упование, написано в словарях, в любом словаре русскоязычном, означает то же, что и надежда. То есть, это они как два крыла, они связаны, эти два слова, между собою. А что значит уповать? Это надеяться на что-то или на кого-то. Знаете, вот хотели бы, не хотели бы на этот мир, вот, ну, скажем, неверующий, безбожный, христианский мир, вот, всё-таки иметь какие-то свои правила, статусы определённые. Так вот, я хочу сказать, что известные люди в этом мире, ну, когда они особенно умирают, всё-таки делятся по статусам. Как бы это справедливо, несправедливо звучало, ну, знаете, это артисты, политики, учёные, военные, спортсмены. И я знаю, чтобы получить место на каком-то по гости известном, куда чаще люди приходят, там, знаете, гиды приходят, приводят с собой люди объяснять. Они, конечно, знают историю жизни, там, не знаю, артиста какого-то, или там учёного человека, или военного человека. И они идут по этим рядам, вот, знаете, там наши регионы, такие вот места, которые только при входе, чтобы человеку далеко не ходить, но надо какую-то особую заслугу иметь, чтобы там от мэрии, ну, в частности, говорим о Москве, получить место это и право быть там похороненным, да. Вот, и поэтому это и в Америке, это в любой стране, да, есть такие кладбища, есть такие места. Ну, я так скажу, наверное, начиная от Кремлёвской стены, до известных, авторитетных или там известных кладбищ города Москвы, от Новодевича, Троекуровская, Хованская, Преображенская и так далее, да. Люди приходят туда, чтобы, ну, наверное, почтить память своих героев, на которых они равняются часто при жизни, возложить их могилы святы с надеждой, что они никогда не будут забыты людьми, человеками, да. Но я хочу сказать, вот, да, по карте того или иного кладбища вы быстро можете найти, там есть история такая, могилу вот того человека или знаменитости, который вы желали посмотреть. Ну, почему это люди делают, я так предполагаю. Но они никогда не имели счастья с ними общаться, знать их лично, разговаривать, ну, хоть пойти посмотреть на надгробие его, там вот этот человек, который был недоступен при жизни, вот под ногами где-то рядом со мной находится, да. Ну, есть такая вот интерес у людей, я знаю, даже многие зарабатывают на там деньги, какой-то блогер снимает это кладбище, и вот люди с интересом смотрят, там лица видят этих людей, да. То есть, ну, есть такой интерес. Вот понятие слова «надежда» для этого мира заключается в тех благах и привилегиях, которыми они пользовались на этой земле. Ну, статус его, да, он уже зарабатывал деньги хорошие, выше жил на голову от других людей, простых, как говорится, таких земных, да. Но со смертью их заканчиваются вот заслуги, которые были при жизни, превращаются в ту или иную цену, возможно, цены глыбы мраморной на изголовье этого человека. Вот с этим заканчивается и мирское упование. Они тоже имели такое упование, думали, останутся знаменитыми навсегда. Как он, как Александр Пушкин пишет в одном из их стихотворений, известный человек, дорог для многих, есть такие люди, которые называются пушковедами. Они в день, допустим, определенные рождения его, были там смерти, собираются. Вот, и вы помните, он написал, не зарастет к нему народная тропа. Он памятник такой себе возвих, как он говорит в стихотворении, нерукотворный. Ну, как можно провести такие параллели вот временного человека, который является прах пред Богом, да, и как он может, здесь, живя на земле, создать такой памятник? Я не против его, мне нравятся вот стихи, там, произведения с ним, знаком со многими, да. Но, тем не менее, он просто был человек такой. И это не основано на том уповании, о котором мы сегодня говорим, уповании на Бога, да. Поэтому, чтобы нам понять, в чем заключается победа верующего человека, его упование, его надежда на Бога, нам надо часто посещать библейские аллеи знаменитостей наших, да. И я хочу вместе с вами, ну, может, не в роли гида, но так обратить внимание наше на это, когда мы пойдем по Библии, посмотрим, потому что это не просто история одной страны отдельно, это история или кладбище такое, или, как говорится, тех, кто уже жили до нас на земле первечности, как говорится, всемирного погоста, даже, я бы сказал, вселенского масштаба. Ну, представьте себе вот так, если бы за мной пошли какие-то люди, вот, и где-то так, ну, образно представить себе, там стоит какой-то, ну, памятник, и там написано, он поставлен когда-то жившим на земле, человек, это первые люди, наши прапрапрародители, вот, Авель, и кто-то меня спросил бы, что вы о нем знаете, что это за человек? Это мы находим, конечно, в 11 главе, да, послание к евреям. Я бы сказал кратко, если не задержится внимание, хотя много о нем можно говорить, проповеди составляют, но я бы сказал так, этот человек принес когда-то Богу жертву лучшую. Вы знаете эту историю, вам не надо объяснять верующие люди. Ну, допустим, дальше мы идем, да, по лею такой вот славы библейской, или как там назвать, люди по-своему там почитают, считают со своими, ну, скажем, людьми, на которые они смотрят и подражают им. Ну, вот мы видим надпись «Енох». Что это был за человек, да? Ну, кто читает Библию, знает, что он не видел смерти. Ну, кто-то удивится, как это возможно? Надвижись же умереть человеку однажды, да. Ну, вот был такой персонаж, такой человек по имени Енох, который не видел смерти. О нем сказано так. Бог переселил его. Почему? И дальше читаем. Он угодил Богу. Братья, когда я говорю, вы думаете о себе, мы тоже временно, нас тоже не станет. Что? Нас скажут когда-то, да, когда придут или увидят нашу могилу, там, какое-то надгробие, да. Ной, тоже это древний человек, житель первого еще мира, да, до того, как Бог наказал его. По мнению Бога, мы могли о нем сказать, он был праведником по вере, и он спасся вместе со своей семьей. Бог усмотрел в нем, да, поверил ему сделать кольчек. Ну, допустим, Авраам, тоже известный для нас личность библейская, да, это человек, с которым Бог заключил завет, который, скажем, повелел ему уйти со своей страны вместо жительства, и он пошел, не зная куда, он так сказал, просто верой был ближайший человек. Ну, я не знаю, если кому-то мне Бог предложил, тут устроился, мне нравится в Массачусетсе, уютно, церковь у нас, слава Богу, да, и я бы куда-то уезжал бы, я бы, наверное, подумал бы вот так, а стоит ли мне туда, будет ли мне там лучше. Бог повелел, и он послушался и сделал, как он ему повелел, да. И что о нём можно сказать? Он ожидал города, живя, конечно, в шатрах, на земле, когда он ушёл из дома своему, через город, которого художник и строитель Бог. Прекрасная характеристика, согласитесь, мы тоже с вами призваны, и если мы уповаем, одно из ещё нерешённых проблем, или то, что ещё должно исполниться, по порочеству. Мы об этом уже сегодня слышим. Это второе пришествие Христа. Это упование наше в жертве нашего Господа, пребывание в вере в нём. Ну, хочу женский такой персонаж. Вдруг тут похоронен наша сестра недалеко. Там написано на памятнике имя её Раав. Ну, вы знаете, её жизнь, да, так как-то бы вроде... Ну, к чему это пример привести? Ну, что говорит о ней Бог? Она поверила Богу и не погибла с неверными. Я знаю, что ещё много детей, вершко-родителей, именно находятся в таком положении, что они могут погибнуть с неверными, если не сделать правильный и решительный шаг в своей жизни. Ну, сказано, что можно сказать о живых? Вот, сегодня, да, или сказано... То есть, ну, там столько персонажей, их нет времени перечислять в нашем ограниченном времени. Там названы такие имена, как Гедеон, ну, вы сами там, что знаете, скажите в сердце своём, Мараке, Самсоне, Афае, Давиде, Самуиле и других пророков. Их не перечислить, они малые, великие, как мы их называем, писания, книги, их находятся в Библии вот нашей. Они, написано о них, верою побеждали царство, творили правду, получали обетование. Так вот, когда мы говорим и делаем оценку нашей жизни и наших дел, то мы же с вами понимаем, что это будет, ну, скажем так, мнение великого гида нашего, который говорил о правильном Енохе, который говорил о других, как мы сегодня рассуждаем и слышим, да, праведниках, людей веры, да, и он вспоминает и понимает так, что они жили в вере и надеялись и уповали в надежде на Него, которые, несмотря на то, что в этой жизни не получили обещанного. Вот сегодня звучала такая мысль, я, ну, такую слышал с проповеди мысль, там одна сестра жаловалась, я говорю, ну, сколько могу только жертвую Господу, я люблю Его. Ну, и вот как-то вот, ну, она надеялась, что если она будет давать сто долларов, Господь обязательно и воздаст, тысячу вернет назад. Никогда такого не будет. Братья, вы будете еще больше нуждаться. Надежда не заключается в том, чтобы принимать, давать написано блажение. Вот вчера брат Борис Петрович, заместитель мой, рассказывал истории жизни, случаи, да. У меня тоже интересные случаи, ну, их много, это вам не хватит, мне и дня, и ночи, чтобы рассказывать, я все-таки долгую жизнь прожил верующий человек, да. И был такой случай, я как-то для семьи закупал картофель на зиму. Ну, вы все в этом участвовали, я знаю по отдельности, да. И я когда купил, и вот мне мысль такая посетила, у нас был один брат, он немножко такой был, ну, какой-то немощный, болезнь, он, правда, он не ленивый был, он трудолюбивый брат. Ну, вот какая-то депрессия, я не знаю, какой-то такой вот смысл, вот утратился, вот его, что-то мелкое-то переживание душевное, да. Я решил ему купить картошки, помощь оказать. Набрал три мешка, вы знаете, вот те мешки наши, 60-килограммовые. Ну, надо, наверное, знать искусство, скажем, каждого отдельно, вот, ну, людей, спортсменов, которые поднимают штангу. Если вы не знаете этого, вы просто надорветесь. И вот даже тот мешок, братья, знают, что поднять, надо опуститься, когда нет помощника. Взять вот так через плечо этот, значит, где вы завязали этот мешок, и вот так надо подняться, вот усилие употребить, чтобы его поднять, тем более загрузить. Вот я ему привожу, ну, домой съездил, потом привез ему, он выходит, я говорю, ну, имя не называю, понятно, говорю, брат, вот как-то у меня так на сердце было вот помочь тебе, ты не против, вот я купил тебе, да. А он, знаете, вот так не смотрит на меня в глаза небо, и, Господи, молю тебя за ответ. А я так пошутил, говорю, так что получается? Значит, ты, ну, молился, а Бог использовал мой горб, чтобы тебе привезти это всё. Знаете, ну, у меня прошибла мысль, я понимаю, я там немножко так, как бы с собой шутил, я понимаю, что я, или Бог, так сделал, что не я получил это, я сподобился его намерению, вот когда он пришёл на землю, помните, он объявил, говорит, я не пришёл, чтобы мне служили, но чтобы послужить. И тогда я говорю, Господи, благодарю тебя, что ты дал мне эти мысли, и я смог сподобиться тебе. Я всегда считаю, что если мы отдаём, не ждите, что Бог вам здесь в этой жизни даст. Вот эти все праведики перечисленные, они надеялись на будущее, там хотели получить, а там действительно вот тот, что ожидает верующих людей, верных Богу, конечно несравненно больше всё, что вы нажили, может не жертвуя, избегая служения материально Господу, оно ничто, оно прах по сравнению той награды, которая ожидает её, уповая на Бога. Это очень главное помнить об этом. Ну, просто хочу ещё отдельно вспомнить, ну, скажем, нашу сестру по вере Сару. Знаете, вот по времени она была молодая, ну, так бездетно оказалось, почти на Бог. Ну, у Бога были свои планы. И когда её, ну, как говорят, репродуктивность женщины не понимает, что вот когда приходит момент, уже всё, просто невозможно физически родить ребёнка. Но ей ангелы, как вы помните, сообщили, что будет у ней сын, сын обетования. И мы читаем в Слове Божьем, она уповала на Бога. И она победила. Верен обещавший. И для нас это тоже великий пример. Не надо бояться детей. Если Бог вам даёт, он обязательно даст вам средства, чтобы их поднять. Даже в тех трудных условиях, где мы жили, мы были особо благословенны, потому что мы уповали на Бога и победили. Дело в том, что мои родственники, они мирские люди были там, ну как, по-православному, они ну всегда нам укоряли нас, зачем столько детей, да вы им не дадите образования, да вы им не создадите уют, нужду в одежде, в другом, третьем. Всё это, конечно, у нас было. Уже когда прошло время, они говорят, какие вы счастливые. У нас двое и те беда наша, плеть наша. Да, так случается в жизни. Почему? Потому что люди уповают именно на человеческую мудрость, ею никогда нельзя заменить мудрость Божью. Упование должно наше быть на Бога. Вот все эти герои, которые мы с вами читаем, их можно ещё дальше проходить, по рядам этим смотреть, ну мы знаем многие, кто читает Библию о них, чем они ознаменованы, чем они дороги в глазах Бога, да, они, конечно, написано, испытывали поругания, побои, узы и темницы. Ну и наше братство, у неё богатая история, я скажу, ну, братство Российского, потом Советского Союза, вы знаете, что и узники были, действительно, были побиваемые, и многие были умершлины, умершлины, не вернулись, и дети, жёны остались домами, дети сирозами, да, но, наверное, я бы спросил, кто может засвидеть об этом, скорее всего, знаете, это было бы много чудесных таких вот свидетельств, да, что он не оставил Господь, и он заменил отца многим семьям, питал и грел их. Я вспоминаю такую историю, пример один, когда российская императрица на прорисовом заседании одного человека министра сказала, вы должны будете уехать на долгие годы, говорит, в ту страну, так в этом нуждается наше государство. И он так опустил голову, на это заметил и говорит, вы что, не желаете исполнить вот, ну, для наших государств такой долг? На что он ответил, я не об этом думаю, я думаю о том, что если я уеду, моя семья, моё состояние финансово придёт в упадок. На что он ответил, тот, кто заботится о делах государственных, о том я позабочусь сама. Это примитие людей, но мы же уповаем, мы знаем, что Бог никогда не оставит, он Бог до сирот. Поэтому это важно помнить нам. Это победа каждого христианина. Ну, дальше мы читаем, действительно, они умирали от меча, терпля недостатки, скорби, озлобления. Было такое время, когда атиизм господствовал в нашей стране, где мы жили, как-то один начальник из КГБ арестовал верующего брата нашего, и там людей собрали, они могут делать такие провокации, ну, чтобы давить на него, там, эй, баптист, штунгист, проклятый, и так далее. Он говорит, если я скажу одно слово вот этому народу, вот, и тебя они разорвут. Знаете, вот, ну, настраивали ли тогда суды, лгали там, в общем, на людей, на верующих, искренних людей Божьих, да, они это делали. Конечно, было озлобление, все это было, но наши братья, они отрекались от Бога, от учения Его, они шли на смерть, часто шли на смерть и побеждали, да. Поэтому пусть Господь, конечно, нас благословит. Ну, может, в конце вот нашего рассуждения хочу сказать, это те люди, которые в глазах Бога были достойны Его особой чести и похвалы, и которых, как мы читаем в Слове Божьем, недостоин был весь мир. Ну, я хочу сказать, в чем заключается победа наша в нашем уповании, в нашей надежде на Бога, когда мы уповаем не на земное, на небесное, пренебрегая часто земной славой. Но я хочу сказать, что мы такое интересное время живем, когда, скорее всего, мы пренебрегаем Богом, чем земной славой, когда мы холодные, как в ладикийский период, сказано, да, охладевшие, потеряли любовь первую, может, еще что-то. Я, правда, хорошего мнения держусь о Господе. Я знаю, что нет такого греха, который может погубить человека, если, конечно, вот человек кается за него, он будет миловать Бога, много раз будет миловать Бога, да, но если человек это не делает, упорствует, пребывает в грехе, но, скорее всего, это не пример для нас с вами. И, интересно, эта мысль заканчивается в этой главе, в 11-й. Знаете, там сказано так, вот все эти люди, которые представлены вот на этой аллее славы, служения Богу, Бог их называет себя вот в честь них своим Богом. Можете себе представить, что может быть выше, какое может быть признание выше и дороже, если сам Бог не стыдится называть себя их Богом. Знаете, задать вопрос вам, братья и сестры. Ну, мы же понимаем, Бог реальный, Он с нами присутствует. Да, как когда-то в храме стоял, наблюдал, кто сколько жертвует, кто сколько молится, что он говорит в молитве, ему не безинтересно было. Он даже слушает, говорит, вот этот пошел оправданный, а этот, ну, гордится в молитве своей, да, или та все отдала, а этот и забытка, там, ну, что-то пожертвовал, пусть много, пусть крупнее, но у него больше дома осталось. Да, поэтому я хочу сказать, вот давайте так, тест такой сделаем, не вслух, про себя. Вот скажу, Николай, ты как считаешь Богу не стыдно называть твоим именем, вот, что Он признает тебя, вот, и считает себя твоим Богом. Вот представьте себе такую картину, или там сестра Таня, или сестра Люба, там, да, как это звучит? Братья и сестры, конечно, вы должны сами в сердце ответить, может, что-то там подправить, там, немножко, как-то, знаете, вот, в жизни своей духовной, в христианской, где-то покаяться придется, где-то как-то что-то, ну, этот вопрос живой, мы же говорим, он вчера, сегодня и вовеки тот же. И вот поэтому задайте себе такой вопрос, стыдно ли Богу говорить о том, что это мое дитё, это мой сын, это моя дочь. Знаете, вот, я два раза был в Израиле, конечно, так, я мечтал когда-то, и вот уже в Америке, конечно, эта мечта осуществилась, ну, я понимаю, разные чувства там бывает, овладевает человека, да, но вот я, все-таки, святые места вспоминаю, едем по Галилеи, там, скажем, на горе, кармальном, или там где-то в другом месте, в Иерусалиме старом, да, или там где-то на Мёртвом море, я всегда думаю, интересно, где же жил этот вот человек молодой, который когда-то подошёл к Богу и говорит, или задаёт вопрос, что мне надо бы сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вы помните, что Господь ему ответил, да, он даже написано, полюбил человека, он действительно в нравственном положении, выше был многих молодых людей, и тем более он богат, я так представляю, как он благотворил, он понимал, что это особая жертва, и Бог обязательно это вменит ему, да, ну, а наш Господь, вы помните, что он сказал, я не буду это цитировать, но я так подумал, да, он тогда ушёл от него, и думаю, интересно, где его поместье? Может, вот здесь, когда мы едем там вдоль Иордана, или там поток Кедрон, там какой-то сад был, виноградник или ещё что-то, а может, на этом месте там всё это и свелая гостиница стоит, современная стеклобетонная, а может, там заправочная станция на этом месте? Знаете, вот хорошо подумайте, хорошо подумайте, вот если вы действительно уповаете на Бога, вы должны задавать все эти вопросы, чтобы после нас осталось, память, вот как о героях, мы можем называть и современных героев, есть такие люди, которые для нас были, почему написано, вспоминайте их, подражая вере их, есть у нас такие герои, но у нас нет времени обо всём говорить, поэтому пусть Господь благословит, вот эта тема упования на Бога, это наша с вами победа, тот человек, который будет искренне уповать на Бога, он обязательно победит, и встретится с ним лицом к лицу когда-то, да, в вечности, да благословит нас Господь, вот, и поможет нам, вот, чтобы это не просто в один день, а потом год пошёл, и мы опять забыли наше упование, там, на что-то другое, временное, мирское, да, да не будет так со мной и с вами, братья и сёстры, пусть Бог нас всех благословит, аминь. Аминь.